Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим для вас дополнительный аналитический контент, конкретные торговые рекомендации, чтобы помочь ориентироваться в текущих условиях на финансовых рынках. Сегодня, поскольку понедельник в 16.00 по московскому времени, состоится традиционный вебинар для этого дня. Правильный понедельник, причем тему этого вебинара я вам предлагаю определить, поскольку мы в нашем Telegram канале проведем опрос, голосование предложим сразу несколько тем с разными активами, с оценкой их перспектив. Поэтому та, которая вам приглянется, наберет больше всего голосов и будет вам наиболее интересной, станет центральной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, друзья, сегодня на повестке экономического календаря в 13.30 по GMT заказа на товар длительного пользования. Это еще один макроэкономический отчет, более-менее значимый для оценки текущей ситуации в американской экономике. Но, опять же, повторюсь, что для нас сейчас чем больше статистики, тем лучше, потому что мы хотим с вами разобраться в реальном положении дела и мы хотим понять, как мыслит американский регулятор. На что он делает акценты, где он видит проблемы, какие проблемы он обозначает и как он с ними хочет и планирует бороться. Пока что все складывается так, как мы с вами прогнозировали. Текущий фундамент, текущие экономические условия создали прекрасную базу для роста курса американского доллара. Поэтому американская валюта и индекс доллара уже выше 105 пунктов. 105 пунктов это уровень, который был нашей среднесрочной целью. Мы фактически эту цель с вами сделали. Я вас с этим поздравляю. Сегодня по данным я не ожидаю, что статистика разочарует, потому что очень хорошая тенденция сложилась в последнее время. Львиная часть отчетов, которая публикуется, выходит больше, даже радует покупателей доллара и выступает сигналом, либо индикатором хорошего самочувствия американской экономики. Также сегодня будет интересно в 15.00 по GMT проанализировать данные с рынка недвижимости. Вот здесь уже, конечно же, мы сможем чуть глубже копнуть, потому что рынок недвижимости и продажи на нем очень тесно коррелируют с текущим уровнем процентной ставки. Поэтому, если мы увидим проблемы на рынке недвижимости, то, скорее всего, ноги будут расти именно со стороны высоких процентных ставок и, возможно, жесткие кредитные условия будут сдерживать рынок недвижимости. Но я предлагаю сейчас сильно вперед не забегать. У нас будет завтрашний брифинг, когда мы сможем с вами уже все эти отчеты проанализировать. А пока что фон следующий. Индекс доллара своим ростом опирается на очень качественные по содержанию и по жесткости комментариев протоколы последнего заседания американского регулятора. Поскольку, если тезисно говорить, опять же, подробнее все на сегодняшнем вебинаре, потому что тему доллара мы обязательно затронем. По поводу самых главных тезисов, то, что дезинфляционный процесс в американской экономике, безусловно, начался, но инфляция очень сильно отстает от целевого ориентира. Второй главный тезис. Нужно повышать ставки, потому что только лишь при росте процентных ставок можно будет создать условия для охлаждения экономики и последующего снижения инфляции в целом. И даже после того, как американский регулятор нажмет на педаль тормоза, то есть перестанет ставки повышать, ставки останутся на высоких уровнях, ограничительных уровнях, в течение длительного периода времени. И третий тезис заключается в следующем, что некоторые из представителей американского регулятора поддерживают идею роста процентной ставки на 50 базисных пунктов. Допускаю, что все-таки ближе к мартовскому заседанию количество сторонников такой идеи станет больше. По поводу макроэкономических отчетов сейчас, наверное, не буду снова пробегаться по всем релизам, которые были на прошлой неделе, но отчетов было очень много. Обращу ваше внимание лишь на пятничный отчет PCI. Это базовый индекс цен, один из предпочтительнейших индикаторов для американского регулятора в оценке текущей ситуации с инфляцией. Это несколько опережающий индикатор, но факт остается фактом. Этот индекс вырос с 4,6 до 4,7 процентов в годовом выражении. Причем эксперты прогнозировали, что будет зафиксировано снижение до 4,3 процентов. Если вам нужно было подтверждение того, что инфляция в американской экономике продолжает расти, очень скоро мы увидим даже в годовом выражении статистику со знаком плюс, вот этот релиз PCI доказывает то, что действительно инфляционный тренд снова разворачивается и начинает ориентироваться по растущей фазе. Доходность американских облигаций на этот релиз тут же откликнулись ростом и мы снова уперлись по десятилеткам в 4 процента. Это тоже хороший залог успеха для дальнейших попыток покупки доллара и в ожидании того, что американская валюта выйдет на новый максимум. Поэтому индекс доллара держим длинные позиции. Золото здесь тоже, мои друзья, я вам поздравление, потому что обвал продолжается. 1809 долларов за тройскую функцию. Наша цель 1800, но поскольку сегодня, на начало понедельника, мы видим то, что позиционирование рыночное, то есть расстановка стил покупателей и продавцов особо не изменилась. Львиная часть засела трейдеров. В покупках 77 процентов. 23 в меньшинстве продают. Мы, разумеется, на стороне меньшинства, но я думал, что ближе к 1800 долларам за тройскую функцию баланс начнет меняться. Ну, подобие балансы, ладно. Но за последние торговые сессии перекос между покупателями и продавцами лишь вырос, и я делаю вывод, что на 1800 долларах золото не остановится. Поэтому предлагаю смело забросить уровень тек-профита пониже на уровень 1780-1770. Рынок нефти пока без изменений. 82,48. В целом, удержали мы поддержку 80 долларов за баррель. Сейчас на рынке обсуждают скидочную политику. На российских экспортеров ее пересмотр. Потенциальное снижение скидки с марта. Как это может отразиться на поставках, на предложениях? Мы понимаем, что, скорее всего, предложение просядет, и это позитивный фактор. Накладываем сюда продолжающееся экономическое восстановление в Китае, и пока что причин особо паниковать и нет. И, соответственно, ставить на снижение этого актива. Американский фондовый рынок ждали пробоя поддержки 4000 пунктов по S&P. Так оно и произошло. Текущие котировки 3980. Ждем, соответственно, индекс еще ниже. Эфириум. 1634 доллара за один эфир. На прошлой неделе на одном из брифингов делал акцент, почему я сторонник того, что эфириум будет снижаться из-за предстоящего форка, из-за окончательного перехода на технологии Proof of Stake, из-за разблокировки буквально миллионов эфириумов в капитализации общей стоимостью на десятки миллиардов долларов. И это все отложенный эффект потенциальных продаж, которые могут начаться после того, как эти активы будут разблокированы. Если этот сценарий реализуется, то эфириум, смеется, окажется под серьезным давлением. Европейская валюта 1.0548. Ждем отметку 1.05 и фиксируемся. По британской валюте 1.1947 член правления Банка Англии Кэтрин Манн признала, что инфляционные ожидания в обществе настолько значительные сейчас, что британскому регулятору приходится признавать, что инфляция неконтролируема. И в целом Кэтрин Манн, первая из высокопоставленных чиновников британского регулятора, стала делать акцент на то, что Банк Англии может и вовсе теперь отказаться от жесткой монетарной политики, поскольку решение по повышению ставки не работает, и мы это прекрасно знаем. Если действительно Банк Англии на ближайших, скажем, двух заседаниях, я допускаю, что ставка может поднять в совокупности еще на 50 байсных фунтов, но это все равно будут уже не такие действия, как ранее прогнозировались, когда Банк Англии допускал рост ставки еще на 1.25%. И если действительно Банк Англии включит заднюю и перестанет ужесточать монетарный режим, то я допускаю, что фунт точно перепишет локальные минимумы. Цель по британской валюте 1.18%. И еще одна пара, доллар-иена, которую мы очень долго держали, ждали данных по инфляции, и первое выступление Уэда, новоиспещенного главы японского регулятора. В пятницу перед парламентом оно состоялось, но он разочаровал, друзья, потому что отметил лишь, что текущая политика уместна, она будет продолжена дальше, и не сделал ни одного истребиного заявления. Это не то, что ждал, наверное, не только я, но и многие рассчитывали на то, что японский регулятор не будет повторять ошибку Федрезерва, которую ФРС совершил больше года назад. Ну, видимо, идет прям полностью по стопам американского регулятора, не признавая проблему и риски более значительного роста инфляции. Я принял решение пока что пару доллар-иена зафиксировать, закрыть все и ждать уже непосредственно смены власти, и улучшение настроения, может быть, каких-нибудь дополнительных заявлений, комментариев о том, что политику все же нужно изменить. Пока таких комментариев нет. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!